Представьте себе, что вы бежите сквозь очень густые заросли и кустарники. Можете ли вы бежать с большой скоростью или нет? А как вы будете себе помогать пробираться сквозь заросли и кустарники? Рука. Куры, брукты, это что такое? Какие плотники? Парные. Парные. Грюшные и грудные. Вы знаете, потому что у подавляющего большинства рыб как плотники устроены. Они устроены вот как жадерной крышей. Один костный элемент, называется базарик, от этого костного элемента растутся две эры, более мелкие прядки, а один плотниковый луч. Между плотниковым лучами натянутся кровь. То есть, по сути дела, это и две эры. Теперь представьте, что у вас из плеч торчит два веера. И вы пробуете их использовать для того, чтобы бежать сквозь кустарники. Что-нибудь получается из-за этого? Ну, махнули бы веерами вперед, а что с вами произойдет? А вас назад опросят. Махнули бы веерами назад, а что произойдет? А вас вперед толкнут. Вот так и будете на месте. Но одна из двух костных рыб играет в какую-то роль? В эволюции это достаточно частая игра. Хоксген, управляющий геном, при определенных функционных изменениях, переводит в том, что программа по строительству какого-то органа начинает дублироваться, начинает умножаться. Смотрите, что произошло. Вот у вас одна базария, а за ней две базария, а за ней три базария. А только после этого переменное количество элементов, и вот уже отсюда входит полнековая луча. Зачем их надо? А мы вот так ставим мышцы. Вот так ставим мышцы. И вот так ставим мышцы. В результате, если сократится вот эта мышца, что произойдет? Смотрите, вот так развернется вот эта мышца. Мы взяли вот эту паучку, подтянули вверх. И у вас изменилось положение основания плавника. Но в это же время мы взяли и сократили вот эту мышцу. Лопрос, а вот этот сустав какой стопу согрется? Здесь сокращена нижняя мышца. В обратную. То есть мы что получили? А мы получили складную ножку плавника. Вот так. Систему рычагов. Состоящую из трех участков. Раз участок, два участка, три. Ну и давайте думать, как мы это назовем на нашем языке. Вот это первый участок, первую базалью, она у всех всегда одна единственная. Это плечевая кость. А вот это плечевая сустава. Классно. А вот это второй участок. Здесь было две базалья предплечья. А вот начиная от суха пошла кисть. В результате это знаменитые кистеперые рыбы, которые относятся к группе несисто-лопастных. Почему несисто-лопастных? А у них носятся плавники. Чтобы плавники могли действовать как складные рычаги. Таким плавником можно раздвигать переграду под водой. По луну. А еще, а еще можно использовать плавники, переползать. Ведь смотрите, водоемы не у кого? Так. В результате у вас вероятность призаски пересыхания такого водоема велика или мала? Те рыбы, которые не могут преодолевать куски суши, сухопутная территория, могут ли вообще освоить такие водоемы? Нет. А это значит, что конкуренция в таких водоемых маяках, там только такие сидится. Значит, в результате возникает вот эта группа кистеперые, которые, работая со своими плавничками, немножко умеют ползать по суше. То, пожалуйста, не думайте, что как только возникла возможность двигаться по суше, вот тут-то позвоночное суши и обладение. Ответьте мне, а что они вообще на суше забыли? Все их предки жили в воде, их тела приспособлены к водному образу жизни. Так, прошу. Пища. А что же такая за пища на суше? Да? Все ур. А растения выбираются к концу селуры. А в начале селуры? А пока растения не освоили суши. Да? Еда вообще на суше есть? Нет. Вторая особенность суши. Про Архимедову сегодня слышали? Да. Слышали. В воде она поддерживает тела? Да. Вот хорошо, я взял весы, нормальные, как в магазине, значит, и поднужнул под голубого кита, и подсунул под него весы, взвешивая его в воде. Вопрос, сколько весят голубой кит, когда он находится в воде? Ноль. Мало. Масса его осталась та же самая, что с лишним тонком. А вот вес полностью уравновешен действием архимедовой силы. Поэтому у водных существ вертикальные нагрузки на скелет вообще сильные или очень слабые? Слабые. Там архимедово силу всего уравновешено. А теперь рыбина вылезла на берег. И тут же оказалось, с изумлением поняла, что она очень даже веселая. Скажите, у нее мощность костей конечности и силу мускулатуры конечностей подготовлена к работе против действия к ней, конечно. Лапки слабенькие, слабенькие. Так, последнюю пантамину вам в подарок. Как же они двигались? Двигались они водка. Знаете, что? Я рыбу, выпукс. Лежу. Лапа у меня горчат в сторону. Значит, хватит ли сил взять, подняться и гордо маршировать. Не скелет и мускулатуру, ну совершенно. Кстати, у всех позвоночных, ну и у рыб, разумеется, самые сильные мышцы тела. Какие мышцы? Спины. Мышцы спины, разумеется. Первоначальный способ плавания, сгибаем. Что делаем? Что делаем? Используем самые сильные мышцы. Лежу, переношу центр тяжести, вот так. И после этого изгибаю спину. Спину я могу изогнуть с большой силой. Смотрите, центр тяжести у меня здесь, на этой руке. Эту я могу поднять. Поднял и изогнул спину. Где оказался плечом? После этого опустил лапу, перенес центр тяжести. Теперь эту могу поднять? Да. Могу. Поднял и изогнул спину. В результате рыбы, амфибии, а затем ящерицы, так, бегают не ногами. А чем бегают? С кеменой. Спиной бегают. А теперь у нас слабенькие лапки. А я, для того, чтобы двигаться, должен вот так постоянно гнуться. Какая угроза возникает? Угроза. На бок свалюсь. На бок свалюсь. Я все время раскачиваюсь, а подпорочки эти у меня слабенькие. Знаю сейчас. Смотрим. Вот чески пюре рыбы, которые недавно вылезли. Вот ее слабенькие лапки. Где у нее центр тяжести? Примерно. Центр тяжести где-то вот здесь. Смотрим. Центр тяжести высокий. А площадь опоры крайне маленькая. Подпорки ненадежны. Поэтому стоит чуть-чуть перекоситься, и рыба завалится на ногу. Вопрос. Как стать устойчивым? Расплющиться. Превратиться в оладушек. А какие кости это не мешает? Лебра. И дело в том, что у ребра от позвоночника идут вот так, внутри тела, защищая внутренние органы. Поэтому у всех амфигии. Так? Ну там две разные игры. Но та игра, которая выигрывает, представители, которые выигрывают, конечно, выигрывают. Пошли по пути сокращения ребер. У лягушек, допустим, современных, ребер нет вообще. Даже намек на ребер. В результате какую конструкцию получаем? А вот такую. А вот такую конструкцию обратим к ножам? Площадь опоры у нее огромная, а центр тяжести очень низ. Резко повысилась устойчивость. Заплатить за это пришлось ребра. Это окажется не просто важным, а сверхважным на следующем занятии. Итак, заход у нас сделан. Продолжение на следующем занятии.